Всем привет! Меня зовут Лара. Добро пожаловать на мой канал. Это видео-городское предсказание для представителей знака Козерог на предстоящую неделю, 3-е, 28 июня, 4 июля. И мы рассмотрим все сферы вашей жизни. Что будет происходить в плане любви, отношений, в семье, в работе, в карьере, возможно с деньгами. Вот все, что скажут мне карты, я вам озвучу. Карты никогда не обманут. Хочу вам сказать, что я озвучу вас все, что мне показывают карты. Обещаю говорить правду, только правда, ничего кроме правды. Также хочу сказать, что я работаю не только с гороскопом. И если у вас есть в жизни сложная ситуация, и вы не можете, допустим, стоять и предпринять вам очень важного решения, или не можете сделать выбор. Так бывает. Это может быть в любом возрасте. Вы можете связаться со мной. Или просто, знаете, бывает так, что хочется просто с кем-то поговорить. И, ну, это, чтобы увидеть, иногда нам нужен кто-то, посторонний наблюдатель, который может просто описать нам вашу ситуацию взглядом со стороны. Все мои контакты вы найдете в этом видео. Добро пожаловать на мой канал. Итак, мои дорогие козероги, что вас ждет на предстоящей неделе? И здесь мы видим, что козероги будут очень много общаться. Козероги будут очень амбициозны в достижении карьеры, в каких-то достижениях в своей карьере, в работе, в успехах. Очень будет подниматься по карьерной лестнице. Здесь мы видим человека-священника, то есть человека, занимающий определенную должность. Вы будете коммуницировать, вы будете очень, знаете, таким дипломатичным и популярным, уважаемым человеком. Здесь вы будете сфокусированы на своей работе, мои дорогие козероги. Что будет происходить в семье? В семье будет, знаете, будет селиваться радость с каким-то огорчением. Так очень часто бывает в нашей жизни, чертуются радости, огорчениями, слезы и со слезами радости. Но вы будете очень много передвигаться. Возможно, вас ждет поездка, либо по каким-то делам вашей семьи вы будете очень много передвигаться. Здесь какой-то неприятный будет разговор в семье. И вот как-то вот, видите, одновременно будете конфликтовать и вот будет такая, знаете, радость примирения. Такими скачкообразными будут какие-то такие отношения у вас будут в семье. И немножко, ну вот, конфликтность будет такая у вас в семье. Возможно, это дурно для вас. По-разному бывает, знаете, иногда люди, я знаю, как психолог, что иногда люди специально провоцируют какую-то конфликтную ассоциацию, потому что им, вот знаете, нравится вот именно момент примирения, такой сладкий момент примирения. Возможно, это именно у вас. Что будет происходить в работе? В работе здесь нам показано желание, знание и карьера. Опять вы будете, как карта ранее показала, вы будете очень амбициозны на пути к достижению, к своим целям. Возможно, вы задумались о повышении. Вы хотите занять более высокую должность на вашей работе. И вы будете к этому стремиться. Вы будете очень много коммуницировать. Вы захотите показать, что какой вы знающий, опытный и такой опытный работник. И вы захотите себя проявить для того, чтобы занять более высокую должность. То есть продвижение здесь, карты однозначно говорят, для Козерогова продвижение по службе. Также будьте очень осторожны, потому что у вас может быть на работе какая-то вечеринка или вас коллеги будут подбивать, давай как что-то с тобой отметим. Либо какая-то вечеринка, либо какой-то просто вы захотите расслабиться с друзьями после работы, но именно с коллегами. Будьте очень аккуратны и не переусердствуйте, пожалуйста. Что будет в отношениях? В отношениях здесь вы не управляете событиями. Здесь произойдут некие события, которые не очень такие хорошие. Знаете, как будто вы что-то потеряете. Что-то уйдет из вашей жизни. И причем вы это знаете, это как-то так по судьбе. Я не знаю, о чем здесь идет речь. Иногда карты просто скрывают информацию, не хотят говорить. И вы просто захотите, когда что-то будет рушиться в вашей жизни, вы просто захотите сохранить то, что уже имеете. Хотя бы уже сохранить то, что осталось. Вот как-то так, понимаете. Но здесь иногда карты не открывают все карты, скажем так. Простите за такую туптологию. Но здесь некая потеря. Причем от вас не зависит. И вы ничего изменить не можете. Это по судьбе. Что будет вас поддерживать? Поддерживать вас будет некий человек, человек в униформе. Но вы будете скорбить. Возможно, из-за какой-то потери, как нам карты уже показали, вот что-то такое неожиданно в вашей жизни произойдет. Вы будете скорбить об этой потере. Возможно, вы будете общаться с человеком из высшей инстанции. Это может быть адвокат, доктор, судья, полицейский, военный. В зависимости от того, в каких вы будете общаться инстанциях. Вы захотите исправить эту ситуацию. Как-то будете бороться, чтобы выстоять, чтобы удержать свои позиции. Какой-то будет надлом у вас, например, на предстоящей неделе. Вот так, мои дорогие козероги. Будьте готовы к каким-то потерям вашей жизни. Это не обязательно физическая какая-то потеря, но все же. Какие будут помехи? Помехи особых я не вижу. Просто вам придется общаться с какими-то официальными лицами. И вы опять захотите, как вы уже ранее. Извините, что я иногда повторяюсь в своих рассказах, гороскопах. Но это не я повторяюсь. Это просто карты повторяют уже то, что было сказано ранее. Это значит, что обрати внимание. Это очень важно для тебя сейчас. Даже если иногда спрашиваю о работе, не говорят об отношениях. Это значит, что для вас более равны будут в данный момент, в данный период, на котором именно отношения. Такой результат недели. Мои дорогие козероги. Карты говорят о неком не счастье. Вы получите сообщение. Опять карты говорят о какой-то потере. О какой-то потере вашей жизни. Смотрите, что-то произойдет непредвиденное. Вы не ожидаете этого абсолютно. Вы не готовы к этому. Вы получите сообщение об этом. Пожалуйста. Вы постараетесь справиться с этим. Конечно, вы же справитесь. Знаете, мы люди сильные. Но иногда жизнь нас испытывает на прочность и на излом. Насколько сильны вы. Поэтому, вот такой будет результат недели. Какое-то несчастье. Я не хочу сейчас делать громких заявлений. Но просто будьте готовы. Что станет для вас сюрпризом? Сюрпризом, ну, это такое, знаете, приятное. Чтобы не происходило в вашей жизни, дороги ваши открыты. Это не значит, что если вы что-то потеряли, что все закончилось. Нет, это не так. Даже напротив я вам скажу. Если что-то уходит из вашей жизни, это только лишь для того, чтобы расчистить вам дорогу для светлого будущего. И здесь мы видим человека такого ответственного, серьезного, идейного, общительного, мудрого, хороший друг. И возлюбленная. То есть ваш близкий человек поддержит вас. Смотрите. Очень важно, когда с нами происходят какие-то нехорошие вещи, очень важно иметь рядом хорошего, близкого друга, человека. Это хорошо, если это любимый человек и друг, лучший друг в одном лице. Человек, который знает о вас почти все и в любую минуту вас поддержит. И вот вы получите поддержку от своего любимого человека. И опять-таки повторюсь, если что-то уходит из вашей жизни, это для вашего же блага. Просто жизнь защищает вам дорогу для чего-то лучшего. Какой вам совет? А совет вам такой, что чтобы не происходило, не теряйте веру в любовь, в светлое будущее. Вы даже вот при том, что вот такое у вас будет какое-то нелегкое испытание, проблема извне. Это просто испытание вашего терпения и испытание жизни испытывает вас на прочность. Вы очень человек, вы под правительством высших сил. И они вас оберегают. И опять-таки повторюсь, даже если что-то уходит из вашей жизни, это чтобы расчистить вам дорогу для лучшего. Не держитесь со старое, а идите только вперед. И крепитесь, мои дорогие козероги. Не очень радостный, конечно, гороскоп у вас получился, но это ваша жизнь. Но за плохим всегда приходит что-то хорошее. Дождь смывает всю грязь, все неприятности. И потом после этого наступает солнечный, хороший, теплый день. Вот такой гороскоп, мои дорогие козероги. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал. А на этом я прощаюсь с вами. И скоро увидимся снова. Я с удовольствием всегда выхожу для вас. А сейчас пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok